О психических атаках, прошлых и нынешних Убийство обычно готовят втайне Но культ-просвет работник Николай Аверин, убивший трех оптинских братьев Спешил перед убийством разрекламировать себя Колхозные механизаторы вспоминают, как он пришел перед Пасхой В мастерскую заточить меч на станке, выставив при этом выпивку «Николай, на кого зуб точишь? На будущую тещу?» — пошутил кто-то «Нет, монахов подрезать хочу», — ответил он А летчики аэродрома сельхозавиации, где перед убийством работал Аверин Вспоминают, как он демонстрировал им этот странный меч, заявляя «Я еще прославлюсь на весь мир» Был он при этом трезв И водку, замечали, не пил, но приторговывал ею, имея всегда запас в своей личной машине Незадолго до убийства у Аверина появились, похоже, немалые деньги Ибо поил он тогда многих и о своих планах вещал открыто Это запомнилось Вот и недавно через центр Козельска шел местный житель, нетрезвый уже настолько, что прохожие сторонились его А он кричал, как на митинге, требуя у всех водки «Вот коль каверин был человек, обещал подрезать монахов и подрезал, и на водку людям давал, а вы козлы» Разговоры о готовящейся резне слышали многие За две недели до Пасхи в Оптину приехал человек, рассказавший, что вызвал его к себе председатель колхоза И велел сбрить бороду и снять крест Он отказался, я православный «Тогда хоть бороду сбрей», — сказал председатель «Тут намечено ваших резать, а я хочу тебя сохранить В общем, скройся из деревни на время» Вот и скрывался человек две недели на лесном кордоне Одновременно в монастырь шли анонимные письма с угрозами Игумен М. получил, например, две анонимки с фотографией гроба И обещанием убить его золотым шомполом в теме А незадолго до Пасхи некий человек прокричал в храме «Я тоже могу быть монахом, если трех монахов убить» Действовал явно не один человек Но некое сообщество вело на монастырь шумовую атаку Причем с позицией демонстрации силы Зачем? С какой целью? Запугать православных? Необъяснимо Впрочем, одно объяснение приходит на ум Историк Карем Раш, работавший тогда в архивах Над материалами о Великой Отечественной войне Рассказал об одной военной операции тех лет Немцы стояли уже под Москвой, когда наша разведка обнаружила Что знаменитые психические атаки СС, наводившие ужас Это, по сути, сеансы черной магии А против колдунов одно средство — Святой Крест И тогда на фронт срочно вызвали сибирские дивизии из православных Сатанистам противостали воины с нательными крестами и с зашитыми в ладонках молитвами Да воскреснет Бог и живы в помощи Перед боем доставали иконы и шли в атаку на психов под команду с Богом Вот тогда и потеряла силу оккультное оружие Третьего Рейха А психи были не зложены и осмеяны русским воинством Возможно, в одной из этих дивизий воевал отец Инна Каферапонта Сибиряк Леонид Пушкарев, ненадолго переживший сына Перед смертью он прислал в монастырь письмо, где каждая строчка кричит от боли Да как же поднялась рука на его невинного, единственного сына, если он защищал войну нашей земли от этих дьяволов В книге Сергея Ниллоса «Близ к рядущей Антихрист или царства дьявола на земле», Прочитанной Инаком Трофимом перед смертью, приведено пророчество преподобного Ефрема Сирина В годы пришествия Антихриста, когда будет страх внутри, извне трепет Святые укрепятся, потому что отринули всякое попечение о жизни сей Именно так живут перед Пасхой трое будущих новомучеников Воистину отринов попечения о жизни сей и напрягая все силы в духовном подвиге И хотя в печати появлялись намеки, будто трое оптинских братьев Как бы предвидели свою смерть или были предизвещены о ней Сведений об этом в Оптиной нет Да и возможно ли наспех приготовить душу к вечности Узнав о смерти, допустим, накануне И все же трое оптинских братьев оказались готовыми к смерти Ибо задолго до этого начали заниматься тем высоким духовным деланием Что именуется в монашестве памятью смертной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok